Это одна из программ, которая позволяет нашему мозгу харчоваться против вашего телеэкрана. Это стартап-шоу с низкофетра «Водову» и «Лавика». И с Аней мы будем рассказывать о том, какими приложениями стоит пользоваться современному человеку для того, чтобы саморазвиваться. И будем, конечно же, говорить с нашим мотиватором, таким ходячим гостем. Вот сейчас прямо с вами возвращаемся. Олександр Акименко. Олександр Акименко, экс-редактор украинского Форбс, керівник проекту «Платформа». Это оновленный ресурс про заходы, которые развивают лекции, тренинги, воркшопы, мастер-классы, кинопоказы и экскурсии. Коротко и лаконично, скажи, пожалуйста, есть у тебя такое видео, которое может подвигать людей и вдохновляться на какие-то совершения? Специально под запуск сняли такое видео и пригласили там сняться наших друзей, коллег, всех людей, которые поддерживают наши и разделяют наши ценности. И, в общем, его можно посмотреть сейчас. Сегодня у нас есть возможность что-то изменить. Попробовать новое. Открыть для себя неведомое. Победать там, где раньше не были. Отчасти независимые эмоции. Сделать то, что всегда казалось неможенным. Достатньо. Лише спробовати. Досить сидити. Утілюй свои мрії. А який штат, взагалі, працює у вас над проектом? Ну, у нас около 10 человек в проекте. Вот. И каждый занимается своим разделом. Монетизація. Взагалі, як вона у вас проходит, чия вона? Скажем так, мы себя окупаєм. Сейчас мы только начали, да? То есть мы существуем, по сути, в новом формате. Всего-навсего меньше месяца даже, да? Еще не прошло месяца. Вот. И у нас есть такие, ну, целых пять моделей монетизации. И мы пытаемся каждую из них потихонечку активировать. Вот. В частности, собираем деньги от наших пользователей. То есть выходит, что методом краудфандинга. Правильно? Да. То есть это одна из таких моделей, в которую мы очень верим. Мне кажется, для того, чтобы мы продолжали существовать, людям, которые нас читают, которые пользуются платформой, им важно нас поддержать. Що саме вони отримують? Они получат свежі анонсы событий в Києве. Афиша. Афиша в Києве. Второе – возможности, да? То есть хотите поучиться в, я не знаю, Стэнфордском университете, зайдите на платформу, найдите себе специальность, подайте документы. И очень много возможностей бесплатных. Вот. Что, в общем, очень радует. Да, то есть вы можете просто за счет своего таланта, за счет своих способностей поехать вот просто так, и государство какое-то или организация какая-то оплатит вам это обучение. Еще одно, что получает человек, зайдя на платформу, это, конечно же, журналистские материалы, статьи о том, как нам развивать нашу страну дальше. Олександр, вы используете себя какими-то мобильными додатками, смарт-додатками в своем мобильном телефоне, або ж планшете? Несколько предложений у меня стоит. Я даже пробовал курсера проходить. Так, интересно. Мы спрашивали у ребят, знают ли они о таком ресурсе. Да, на один из курсов курсера проходил. Я его, скажу честно, не закончил. Вот. Ну, не хватило у меня терпения. Все-таки общение с компьютером – это не общение с человеком. Мы также решили некоторых программ, этих вещей закачать на свои мобильные телефоны, ресурсы, которые можно найти в интернете. Отже, EDX.org – освещенный онлайн-портал, который основан в Массачусетском университете. И он объединяет много высших учебных закладов. Вы можете заходить, получать величезный перелик всех ресурсов, выбрать те, что вас интересует и заниматься своим учебным. Есть такой ресурс, который называется HANA Academy Org. А именно там лектором существует, вообще является все это время один всего человек, его основатель Сальман Кхан. Он сам себе декан, он сам себе лектор. Сам себе режиссер, сам себе выкладач. Его студентом был вначале только двоюродный брат. А уже в 2009 году он бросил свою работу обычного менеджера и решил переквалифицироваться в декана и лектора. И теперь он популярный человек. Еще один додаток, это iTunes U. Тут собрано больше 500 тысяч безкоштовных лекций. Мне кажется, что если выслужить все перед компьютером, можно стать гениальным ученым или просто вундеркиндом. Как ты можешь совмещать всю свою деятельность с жизнью, просто жизнью, просто человека, который не только помогает сам развиваться другим, но также еще и как-то время проводит? Конечно, есть время на отдых, есть время на семью. Платформа это, ну вот, призвание, что ли. То есть поэтому я так скептически отношусь к слову стартап. Да, то есть вот нам хочется это делать. Мы двигаем эту философию в жизнь. Мы пытаемся донести эту идею, да? Re-invent Ukraine. Переизобрести страну. Нам нужны новые специалисты, нам нужен классный опыт, нам нужны профессиональные советы. Мы это все собираем воедино на одном сайте. А я этим часом уже почал вивчать китайскую мову и хочу звернутися до Александра. Александре! Фи Чпанг Чан Сіє. Что пригодит означает до побачения. У наступной студии мы собираемся разом с Лавикой и за годину будем рассказать про интересные идеи. О том, как можно зарезать с помощью ветромобильный телефон. О том, как ладонь и вену можно использовать для того, чтобы покупать сумочки и тупинки. И о том, как ошибка 11-летнего мальчика привела к гениальному вкуснейшему лакомству. Но мне кажется, что самое интересное для вас это будет Викторина. Лавика будет задавать простые вопросы, и вы сможете отримать чудовые древовые призы. Да, все именно так. Поэтому встречаемся в 5.30 на М1. Не переключайте!